11 часов в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, Владимир Сметанин. — Говорить мы будем про летний отдых. — Про летний отдых детей. 1 июня уже некоторые лагеря детские, загородные открылись, но вот это сейчас процесс в начале июня, он активно идет. — Ну вот сейчас прямо на театральной площади большое скопление автобусов, я шла на работу, видела, да-да-да-да. — Ну неспроста скопление автобусов, да. Правительство региона уже анонсировало, сколько у нас по численности детей собираются отдохнуть в этом году, ну там, понятное дело, что разные лагеря, при школах дневного пребывания, загородные. — Санатории организуют, у себя какие-то детские группы, какое-то количество детей на юг отправляется. Тут очень такая, знаешь, формулировка очень жесткая в официальном сообщении Министерства спорта и молодежной политики. — Так-так. — 40 несовершеннолетних отправятся в лагеря Краснодарского края и Крыма. — Как-то угрожающе звучит это, честно говоря. — Несовершеннолетние, это же такая достаточно казенная фраза, да, и звучит. — Отправят. — Темновато как-то звучит. — Отправят. — Ну да ладно. И наш первый час тоже очень важная и серьезная тема. — А мы тоже про отдых будем говорить, как ни странно. — Только про отдых... — Несостоявшийся. — Не просто детей, а зачастую взрослых с детьми, да, и просто взрослых. — Просто взрослых. — Дело в том, что на днях наше управление судебных приставов информировало нас о том, что в этом году, вернее, за пять месяцев этого года, более 40 тысяч жителей нашего региона не смогли выехать за границу из-за того, что у них... — Исполнительные производства в их отношении. — Долги, попросту говоря. Долгов, насколько мы понимаем, можно накопить там по разным линиям, да, это и алименты, где-то штрафы не заплатил, где-то на тебя было возбуждено уголовное дело, и там один из пунктов приговора, да, был, что с тебя должны взыскать определенную сумму, ты это не заплатил, ЖКХ... — В общем, очень-очень-очень и много, так сказать, путей, по которым можно прийти вот к этому статусу неплательщика и должника. — Ну вот будем сейчас разбираться, потому что разные действительно назывались и суммы, по которым могут тебя задержать на границе, не выпустить. Я так понимаю, что зависит что-то еще от того, по какой именно категории ты являешься должником, то есть то ли ты неплательщик, алиментов, да, то ли ты по каким-то судебным решениям. Не оплачиваешь свои долги. Видимо, от этого тоже зависит. Ну и понятно, что хочется, конечно, узнать, а каким образом можно быстро решить этот вопрос, если вдруг кто-то еще не знает о том, что без, не знаю, там, с чистой совестью, что называется, только выпускают за пределы Родины, да, со всеми выплаченными долгами. — Ну, запрет на выезд за границу для должников — это одна из обеспечительных, да, так называемых мер, которые приставы используют уже давненько. — Давненько, да. — Давненько, да. — И одна из 10. — И СМИ, и соцсети, они, в общем-то, кишат этими историями, когда человек на границе счастливый, да, в пляжной рубашке, в панаме уже готовый переступить границу Российской Федерации, он сталкивается с людьми в форме, которые ему говорят, а вы, гражданин хороший, не выездной, потому что вы кому-то там что-то не заплатили. — Ну что, будем общаться со специалистом? — Да, Дмитрий Бровченко с нами на связи, главный судебный пристав Кировской области, Дмитрий Леонидович, здравствуйте. — Здравствуйте. — Добрый день. — Ну, давайте мы сначала все-таки с цифр начнем, а потом будем разбираться в деталях и тонкостях. — Насколько много сейчас вообще должников Кировской области, и можем ли мы как-то их разделить там? Кто должен алименты, кто должен за ЖКХ, где больше всего, по какой категории? — Кто-то кредит не выплатил и так далее, да. — Очень интересный вопрос. На самом деле, вот если смотреть даже предыдущий год, у нас через руки судебного пристава исполнителя проходит более миллиона исполненных производств. — В год, да? — Даже вот сейчас, ну, фактически, на начало июня, через руки судебного пристава прошло уже 730 тысяч исполненных производств. Если говорить, ну, о том, как это затрагивает непосредственно людей, граждан, ну, можете себе представить, потому что у каждого исполненного производства есть две стороны, должник и узыскатель, то есть достаточно большое количество людей участвует в исполнении, и, конечно же, на них влияет исполнение решений судов и актов и иных уполномоченных органов. Если говорить о том, что в основном взыскивается, какие исполненные документы, то где-то порядка 15% это относится к сфере ЖКХ. Какие-то там издержки, недоплаты, квитанции не дошли и так далее. Также где-то 15% это штрафы специально-полномоченных органов. Наверное, самый основной большой здесь взыскатель, те, кто выносит их, это ГИБДД. — Ага. — Вот. Если говорить про налоги, то это порядка там чуть меньше 10% фискальные какие-то платежи, и 8% это задолженность перед банками, кредитными учреждениями и так далее. Мы вот и упоминали алименты. — Да, почему-то вот есть ощущение, что когда эта норма вводилась про ограничение выезда, прежде всего тогда говорилось, что это вот на алименщиков должно подействовать убеждающе как-то, да. И все время было ощущение, что вот это-то уж точно самые такие гады, да, которые... — Потому что дети под особой защитой государства находятся, да, и тут особое внимание к ним. — Сколько их в общей массе? — Вот смотрите, несмотря на то, что алиментов от общего количества, по-моему, производства у нас находится около 1%, но вот сил и внимания этой категории уделяется, ну, больше всего. Мы пытались посчитать, что где-то порядка 15% всех наших сотрудников работают непосредственно с этой категорией. И плюсом подключаются еще другие наши службы, те же самые дознаватели, те же самые розыскники. То есть внимание, которое уделяет всего лишь этому 1% производства, оно, ну, можно сказать, гораздо больше, на порядок выше. — Это связано как раз с тем, что тут вот, ну, живые дети, да, которые кушать, извините, хотят, которых надо содержать, лечить, учить, например, да. Ну, то есть, условно, там штраф ГИБДД, он же в казну государства взыскивается, да, фактически. А тут все-таки вот не абстрактный кто-то, да, а живой человек. — Здесь нужно говорить, что это должно быть своевременно, потому что сейчас ребенок пойдет в школу, сейчас ему нужно идти в кружок, ему сейчас надо развиваться, соответственно, ему сейчас нужны денежные средства, а не когда-то потом. Поэтому, конечно, здесь... — Больше внимания. — Внимание уделяется данной категории. — Дмитрий Леонидович, всех должников лишают права выезда, и в какой момент это происходит, от какой суммы там начинается, например, задолженность? Вот вроде я слышала про 30 тысяч, то есть 30 тысяч должен, не поедешь никуда. Если должен меньше, о, куда хочешь поезжай. — А ранее было вроде 10 тысяч. — А раньше было 10, вот у нас какая-то путаница, да. — Ну, здесь не все так просто, хотя давайте разберемся. То есть фактически уже на протяжении 15 лет применяется данная мера, все, в принципе, к ней привыкли, в том числе благодаря средствам массовой информации, все об этом наслышаны. Но, опять-таки, здесь уделяется несколько категорий спомп производства, по которым применяется данная мера. Первое — это как раз социально значимость спомп производства, это алименты, это сумма, которая назначена судом, значит, о возвещении вреда причиненному здоровью, вреда со смертью кормильца, ущерба причиненного преступлением. — Ну, то есть это по уголовным делам, получается, да, какие-то предписания? — Ну, в том числе. — Там 10 тысяч рублей, то есть вот если там 10 тысяч рублей, то все, не поедешь? — То все, не поедешь. Значит, вторая категория — это исполнительное производство, где вообще про сумму речь не идет, это исполнительные документы неимущественного характера. Ну, например, устранить какие-либо нарушения, там, ликвидировать незаконную свалку, снести самовольно заведенный гараж, там, обязать получить какие-то документы, либо передать кому-либо какие-то документы, либо какое-то имущество. Ну, и третья категория касается уже остальных исполнительных документов, вынесенных на основание судебных актов, и там сумма составляет 30 тысяч рублей и более. То, о чем, как бы, мы наслышали. Но здесь есть одна хитрость. Если непосредственно порядка двух месяцев человек после того, как он должен был в добровольном порядке погасить задолженность, это не делает, то сумма снижается до 10 тысяч рублей в соответствии с федеральным законом. И еще здесь, наверное, надо обратить внимание, что вот, несмотря на то, что постановление об административных нарушениях по штрафам ГИБДД в основном не является судебным актом, тем не менее, возможность ограничить выезды за пределами федерации существует. Здесь по заявлению либо самого взыскателя, либо по инициативе судебного предстоисполнителя идет обращение с заявлением в суд, и соответствующая мера применяется. А вот как раз хотел уточнить, да, по штрафам ГИБДД тут 10 тысяч или 30 тысяч все-таки сумма, при которой человек невыездным становится? Да, мы вот злостных неплательщиков именно штраф по ГИБДД, значит, вычисляем таким вот образом, что как только сумма остается 10 тысяч рублей, соответственно, мы по ним начинаем очень активно работать. Все-таки 10 тысяч, да, нарушителей, да. Которые непосредственно, значит, ну, так сказать, может быть, там один штраф 500 рублей, да, но если они набираются, соответственно, становится большая сумма, то есть все складывается и принимается соответствующее решение. В кодексе об административных правонарушениях есть штрафы, где за одно нарушение можно набрать эту сумму, безусловно, да, 30 тысяч рублей, пьяное вождение, в принципе, если человек не заплатил. Ну, или передача права управления, насколько я помню, да. Управление без права. Без прав. Без прав от 5 до 15 тысяч, то есть если 10 тысяч штраф, то все, человек не заплатил, то он становится невыездным. Ясно? Да, Дмитрий Леонидович, еще раз уточню, то есть если ты должник по алиментам, то от 10 тысяч начинается, да, твоя вот эта вот история с тем, что тебя не выпустят. Да, ясно, потому что зачастую идет речь по расчете задолженности, исходя из средней зародной платы по Российской Федерации, которая, значит, соответственно, приблизительно около 50 тысяч рублей в месяц, то такую задолженность набрать можно буквально за один... За один месяц. За пропуск одного месяца неуплаты. А можно еще уточнить, Дмитрий Леонидович, насколько оперативно принимается решение, принимается это решение о внедрении такой меры, как запрет выезда за границу? То есть, предположим, отец, ну, зачастую ведь это и не отец, матери тоже не платят, да, алименты, не знаем, да. То есть платили, платили алименты, перестали, и вот какое время, какой срок должен пройти, чтобы попасть действительно в разряд невыездных, да, то есть под ваше пристальное внимание? Понятно. Как только непосредственно информация такая поступает, мы вот непосредственно сейчас разработали достаточно четкую систему, которая позволяет, ну, практически в режиме реального времени контролировать вот эти сроки. То есть, как только возникают такие основания, то система, она позволяет показать судебному приставу исполнительному, что вот в данной ситуации сложилась, ну, вот такая вот история, которую необходимо проверить и принять соответствующее решение. То есть мы видим и, соответственно, готовы принимать такое решение в рамках данного СМО-производства. А информация к вам поступает от взыскателя, получается, да, от того человека, который должен получить? Информация по различным путем, она у нас аккумулируется в наших базах данных, которую мы можем различным образом смотреть, выбирать, фильтровать и понимать по нему. Я просто сейчас вот пытаюсь понять, как действовать тем людям, которые, может быть, не являются злостными неплательщиками. Ну, вот мы сейчас говорим, да, о том, что может оказаться так, что внезапно вдруг один ты месяц уже вот просрочил, и все, и ты можешь оказаться в списке. Ну, человеку надо, например, ехать куда-то, да, но при этом у него что-то случилось, не знаю, там, остался без работы, еще что-то произошло, и он не может, например, заплатить вовремя алименты. Если он в личном, частном порядке договорится с матерью ребенка или с отцом ребенка о том, что он заплатит через месяц, есть шансы выехать-то? Ну, если здесь взыскатель пойдет ему на встречу и отзоветесь в документе исполнения, то, конечно, шансы есть. А так у нас однозначно необходимо выплатить за должность для того, чтобы такое решение было принято. Упомянули, да, в самом начале нашего разговора, то есть по штрафам ГИБДД выяснили, 10 тысяч, внимание, нарушителей, да, ПДД. А другая такая крупная составляющая еще должников, это те, кто не платят за жилищно-коммунальные услуги. Ой, это, мне кажется, вообще значительная часть. Здесь какой порог, 10 или 30 все-таки тысяч, можете пояснить? 30 тысяч. 30 тысяч, да. Ну, 30 тысяч при нынешних платежках за коммуналку накопить тоже можно запросто, за полгода. Зиму не платил за отопление, и вот тебе, пожалуйста, да. Или за капремонт не платил какое-то время, потому что квитанции не приносили вовремя или еще что-то. Или ты не хотел просто платить, не искал. Хорошо. Вот эти 40 тысяч, более 40 тысяч исполнительных производств, которые возбуждены, да, в отношении людей, уже не могущих выехать, по ним сейчас, ну, вот за эти 5 месяцев ведь велась какая-то работа. Удалось ли взыскать какую-то сумму? Есть ли те, не знаю, там, конкретные примеры, когда человек понимает, что он не может никуда выехать, все-таки находил деньги и рассчитывался по долгам? Да, мера, вот несмотря на то, что 15 лет она существует, остается достаточно эффективной. За прошедшие 5 месяцев взыскана порядка 113 миллионов рублей. Вот именно за счет применения только одной меры, которой у нас достаточно много. Ограничение вот этого, да? На выезд. А как люди вообще узнают, что у них ограничение? То есть они сами все-таки, наверное, да, начинают догадываться, покупают билеты куда-то, потом куда-то идут, смотрят, оказывается, в списке должников и начинают предпринимать какие-то шаги? Сейчас, наверное, проще узнать о том, что существует определенная задолженность, чем об этом не узнать. Потому что Федеральное служение приставов приняты очень серьезные, так сказать, шаги по цифровой трансформации и наиболее простым, общедоступным способом является регистрация на госуслугах. То есть туда очень быстро попадает информация о возбуждении исполнительного производства, туда попадает, кроме всего прочего, и процессуальное решение судебно-приставов-исполнителей в виде постановлений. И человек уже может от этого, ну, скажем так, отталкиваться. То есть он видит, что вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на ощутах. Вынесено запреты на имущество, недвижимое имущество. Вынесено запреты на движимое имущество, автотранспортное средство и так далее. Уведомление об этом он получает сразу же, да? Случение госуслугам позволяет получать информацию о ходе исполнительного производства. Даже не только о наличии задолженности, а то, что делает судебный пристав исполнитель. Ну и сразу же имеется возможность в том числе и погасить эту задолженность. Через госуслуги прямо? Через госуслуги. А как это? А то есть система предлагает сразу же... Кнопочку, кнопочка там такая есть, да, оплатить. Если пользуетесь, наверное, обращали внимание, что штрафы ГИБДД, какие-то налоги можно заплатить непосредственно через... Да-да-да, сразу же система делает такое предложение. Дмитрий Леонидович, а можно погасить задолженность частично? Ну то есть вот условно, у тебя ограничение от 30 тысяч рублей. Если ты гасишь какую-то часть из этих 30 тысяч, ограничение снимается или ты должен в любом случае полностью сумму долга заплатить? Мы очень внимательно будем разбираться по такому исполнению производства. Возможно, придется применить дополнительные меры принудительного исполнения, если будут происходить такие интересные случаи. Так, подождите, нет, поясните, пожалуйста, что... То есть такое не практикуется? Нет, ну подождите, ну как, ну вот я, например, да. Я понимаю, конечно, как это выглядит, я не могу заплатить условно там элементы своему ребенку. Переплюнуть, да, тут откуда? Да, но при этом у меня есть деньги на билет за границу, особенно сейчас, да, на авиационный. Вот я о чем и говорю, потому что, в принципе, интересные моменты по возвратным билетам, я думаю, это надо тоже очень внимательно изучать. Если билет можно вернуть, а почему нет? Ага, понятно. Ну, то есть невозможно, да, частично? Договориться о некой рассрочке, да? Нет, о рассрочке, насколько я понимаю, как раз можно договориться. То есть это, но это нужно, наверное... По соглашению стороной. По рассрочке это, конечно же, не обязательно. Здесь будет решаться, в том числе в суде, на порядке, если с изыскателем будет достигнута такая договоренность, конечно же, мировое соглашение, оно может быть на любом этапе, непосредственно проведено через суд. И в данном случае будет у человека возможность, если он будет соблюдать эту рассрочку, платить там определенными частями. Об отсрочке и рассрочке, конечно же, можно определиться, обратившись непосредственно в суд и получив соответствующее постановление суда. Ну вот смотрите, эти все вопросы, они все равно ведь не решаются мгновенно. То есть невозможно нажать на кнопочку, оплатить долг, а завтра улететь. Вот так. Внезапно вспомнив там за два дня до отъезда о том, что ты можешь быть должником. Эти вещи, они насколько заблаговременно должны решаться, то есть, я не знаю, там, беспокоиться об этом. Понятно, что надо, наверное, сразу же, как только ты задолжал. Но вот если ты являешься таким не самым обязательным товарищем, то сколько времени примерно потребуется на погашение задолженности? Давайте попробуем такую ситуацию. Давайте прямо, да, на конкретном примере. Вот непосредственно придя на пункт пропуска, достаточно трудно это сделать, потому что все равно, несмотря на то, что система электронная, что идет обмен между пограничными пунктами пограничного контроля и Федерального службы судебных приставов, но эта информация идет от конкретного судебного пристава, исполнителя конкретного структурного подразделения до аппарата управления в городе Кирове, потом поднимается непосредственно в центральный аппарат Федерального службы судебных приставов, оттуда по каналам связи уходит, то есть, все равно идут определенные временные задержки, то есть, нельзя так прийти, оплатить эту сумму задолженности, и она сразу же погасит. Вот как показывает практика, если не правильно заплатить задолженность, то решение может наступить в течение суток. Бывают и такие случаи, да? Да, ну то есть, когда все системы нормально отрабатывают, вот приблизительно на что можно ориентироваться для того, чтобы этот вопрос решен. Но здесь необходимо для того, чтобы не получилось каких-то неожиданных, неприятных сюрпризов, как можно быстрее вот такую информацию довести до судебного пристава исполнителя, потому что если уже время остается до вылета там действительно, ну, несколько дней, то необходимо убедиться, что все, скажем так, системы сработали, нигде не было никаких ошибок, чтобы это под контролем прошло, и человек был спокоен, что он сможет выехать непосредственно, денежные средства не пропадут, не придется переносить свой вылет. То есть, порядок такой, должник заплатил, например, на тех же госуслугах, да? Затем ему надо обязательно поставить в известность своего пристава исполнителя, так? Если мы говорим о том, что у нас остается очень мало времени. Если запалка прошла через государственные услуги, то, соответственно, эта информация доходит до судебного пристава исполнителя через казначейство. Он проверяет, принимает соответствующие решения, при этом же, как может быть судебный пристав исполнителя, что вот человек заплатил долг по одному исполнению производства, а вот буквально вчера поступил еще одно исполнение производства, и уже по нему ведется исполнение судебным приставом исполнителями. И он денежные средства просто распределяет между этими двумя производствами. И получается так, что у человека-то еще задолженность не погасилась. То есть, он уверен, что он погасил, а задолженность не погасилась. Поэтому здесь есть необходимость убедиться в том, что никаких других вопросов, которые препятствуют улиту, нет. Ну, я так понимаю, жизнь же, она многообразная, и наверняка есть такие должники, которые... Что за разницу, где смотреть, а не я? Да, наверняка есть такие должники, которые вроде как погасили задолженность и начинают поторапливать судебного пристава исполнителя. Ну, вы уж там побыстрее, пожалуйста. Ну, я же заплатил, мне же надо вот улететь и так далее. Ну, наверняка. Ну, есть такие, есть такие. Конечно, слушайте, люди беспокоятся, конечно, а как? В какой-то момент они внезапно поняли, что их не выпустят. В общем, сутки есть такие, да? Это в лучшем случае. Это в лучшем случае, да. А так, мне кажется, хотя бы за неделю надо все-таки заниматься, начинать этим вопросом. А лучше вообще. Если вопросом заниматься, тем будет спокойнее и беспроблемнее. А человеку придет, да, простите, человеку придет какое-то уведомление, что все, да, что он официально уже не должник. Может ли он его распечатать и с этим документом, условно говоря, вот если он не убедился еще окончательно, что все прошло, все, как бы, вот все ступеньки прошло, да, вот это вот извещение о том, что он оплатил все. Может ли он распечатать какую-то бумагу и с этой бумагой, условно, идти через границу? Через пропускной пункт непосредственно с распечатанным постановлением не пропустят, потому что информация должна пройти по непосредственно информационным сетям и достигнуть его в электронном виде, да, с специальным каналом связи. То есть такой вариант, он не получится. А информацию непосредственно, опять-таки, я отсылаю вас к кабинету на государственных услугах, куда приходит процессуальное решение судебного присутствия. Потому что нужно увидеть, какие решения принимаются непосредственно на месте. Если ты не совсем доверяешь всем этим электронным штукам, или у тебя есть подозрение, да, да, не совсем с ними дружить, у тебя есть подозрение, что там, может, где-то что-то там не прошло, где-то там зависло, можно ли как-то лично это узнать, и куда вообще можно прийти, и надо ли задолго записываться, там существует ли очередь какая-то, чтобы с приставом своим поговорить, консультацию какую-то личную получить? Мы очень много уделяем внимания данной проблеме, и особенно обратной связи с и должниками, и взыскателями, и гражданами, и организациями. У нас есть вот две очень таких неплохих решения данного проблемы. Это, во-первых, колл-центр, который мы создали. И вот, допустим, за прошлый год 130 тысяч человек к нам обратилось непосредственно по телефону. В общем, каждое обращение, оно регистрируется, каждое обращение заводится карточкой, если там необходимы какие-то действия со стороны судебных приставов, исполнитель берется на контроль, определенный алгоритм проходит, как оно должно исполняться, как его вопрос решается, и человек получает образную связь о том, что, значит, его проблема решена. У нас там 48-97-97, единый телефон, то есть нужно обратиться, вопрос решить, не приходя в службу судебных приставов. Особенно это было у нас очень актуально на пике пандемии. В ковид. Да. И старались мы, конечно, сделать так, чтобы в службу судебных приставов приходить, ну, необходимости такой не возникало, потому что, как показывает практика, ну, практически все вопросы можно решить в удаленном формате. Второй момент, все-таки для удобства, для решения каких-то сложных вопросов, при необходимости вот предоставления документов, для жителей города Кирова мы открыли зал приема граждан. Сейчас мы его буквально несколько дней назад переформатировали, теперь он находится у нас в отдельном, скажем так, зале на первом этаже на Московской 57, отдельным входом. То есть, соответственно, установлены в принципе единого окна, терминалы, электронная очередь, возможность сдать какие-то документы, возможность непосредственно пообщаться с судебным приставовым исполнителем. Я думаю, что мы будем продолжать развивать вот это направление, чтобы людям было удобно пойти в службу судебных приставов, и, ну, его вопрос решался. В том числе, для этого сделана предварительная запись к нам через, опять-таки, системы госуслуг и использование сервис федерального службы судебных приставов, для того, чтобы могли подготовить материалы исполнительного производства, предварительно разобраться в решении вопроса. Ну, чтобы меньше времени занимало непосредственно вот там нахождение, да? Как вот показывает практика, из тех, кто записался, если этому человеку позвонить, узнать, в чем его вопрос, то где-то от 30 до 50 процентов граждан, они просто не приходят, потому что их вопрос решается в удаленном формате. Поэтому, ты еще раз говорю, что те средства, которые уже сейчас есть, которые заложены именно по, ну, скажем так, удаленному решению вопроса, для того, чтобы не нужно было там отпрашиваться с работы, там приходить в определенное время, их можно решить вот таким вот способом. То есть, даже не ходя никуда, и время, получается, можно сэкономить таким образом. Да, присылая все документы через государственные услуги, используя непосредственно вот нашу возможность обращения в колл-центр наш, таким образом можно свой вопрос, выяснив, как его решить, какой алгоритм решения этого вопроса, пойти по этому пути и добиться положительного результата. Возвращаясь к той теме, с которой мы начали, к ограничению выезда, я не знаю, я сейчас наблюдаю просто за тем, что происходит на туристическом рынке и понимаю, что вообще, наверное, эта история сейчас становится менее актуальной. Вы не боитесь, Дмитрий Леонидович, зарубежный туризм, зарубежные поездки, что у вас эта мера может вообще перестать работать, потому что никто никуда не едет? Как я уже сказал, она себя прекрасно зарекомендовала, эта мера, на протяжении 15 лет, и вот результаты все-таки дают о себе знать, 113 миллионов, достаточно, я считаю, приличная сумма. Но надо сказать, что эта мера, которая применяется судебно-представительным исполнителям, это одна в ряду других мер, которые применяются. Соответственно, здесь есть и ограничения в праве управления транспортными средствами, здесь есть и наложение ареста на имущество должника, как движимое, там, начиная от сотового телефона, автотранспортного средства, так и недвижимое, различные нежилые помещения, жилые помещения, если их несколько человек. Здесь имеются достаточно серьезные, скажем так, полномочия по привлечению к административной ответственности за неисполнение судебного решения, к уголовной ответственности в каких-то крайних исключительных случаях. То есть арсенал, который применяется судебно-представительным исполнителям, достаточно широк. Ну да, этих историй довольно много и примеров в информационном пространстве, когда человек действительно не смог выехать за границу, вывезти семью там, да, в связи с тем, что у него долги, и он решается, решает прокатиться по стране, по родной, да, на автомобиле. А ведь приставы, они на дорогах тоже, простите, да, работают и тоже вычисляются, должников в потоке, тут тебе, бац, и арест на автомобиль, и, в общем-то, и не слетал, и по стране тоже не смог прокатиться. В общем, все надо делать вовремя, в том числе платить долги, или если ты не можешь это сделать единый момент, но то каким-то образом договариваться как раз об отсрочке, о рассрочке, находить какие-то способы решения цивилизованного, да, этого вопроса. Я бы хотел еще, да, у Дмитрия Леонидовича уточнить, вот мы, да, поняли эту цифру, более 40 тысяч стали невыездными жителей региона за последние 5 месяцев, но мы же прекрасно знаем, как мы живем, да, и зачастую ведь, попросту говоря, пока, что называется, петух не клюнет, да, мы не начнем предпринимать активные действия. Я это к чему, мне кажется, что наступившее лето и для приставов тоже жаркая пора очень в этом отношении, то есть за ближайшие месяцы вполне возможно цифры по невыездным, они еще будут больше. Будут расти. Я думаю, это однозначно случится, но вот то, о чем вы говорите, как раз-таки работа службы сегодня на приставах, в том числе на дорогах, еженедельно у нас проходят определенные мероприятия, так называемые, с использованием программно-аппаратного комплекса дорожный пристав, когда в потоке останавливается автомобиль, когда, если сумма задолженности достаточно большая, он сразу же изымается, ставится на спектр землостоянку, потом выходит на погашение задолженности, и, как правило, несмотря на то, что люди знали о своей задолженности, получали эту информацию, в том числе через государственные услуги, только вот этот момент изъятия его у человека, его железного коня, он сподвигает на то, чтобы денежные средства нашлись, и сразу же там в течение нескольких часов был вопрос решен. Причем, зачастую, людям приходится оплачивать и исполнский сбор, и расходы по совершению исполнительных действий, в том числе, там, вызов эвакуатора, там, специализированная стоянка. То есть, конечно же, проще информацию получить и сразу же начать решать вопрос, там, не дожидаясь того, когда судья на приставе исполнителя начнет применять вот эти все меры. Не дожидаясь, когда еще накапает, что называется, да, дополнительный. Приход домой, наложение ареста на имущество, которое находится в доме, его изъятие, наверное, это все, конечно же, очень такие... Жесткие меры, достаточно принуждения именно к исполнению судебного решения, к исполнению актов полномочных органов. В общем, все всегда надо делать вовремя. В общем, предупрежден, значит, вооружен, как так говорится. Ну и на сайте Федеральной службы судебных приставов... Тоже можно посмотреть. Безусловно, заходишь, вбиваешь свои данные, да, и система тебе выдает, либо ты чист, либо какие-то грехи за тобой какие-то водятся. Спасибо большое, Дмитрий Бровченко с нами был на связи, главный судебный пристав Кировской области, Дмитрий Леонидович, спасибо. Спасибо большое. До свидания, да, мы прощаемся. И сейчас сразу убегаем на рекламу, а после вернемся, тема у нас будет такая смежная, но немножко другая. Программа «Дневной разворот» продолжается. Мы немножко так с темы долгов и выезда за границу переключимся на тему туризма, потому что все-таки хочется, что называется, добить, да, понять, уезжают люди или нет. Да, раз мы поговорили о том, почему мы не можем выехать, да, из-за чего накладываются на нас ограничения, из-за долгов, и приставы за этим внимательно следят. А вообще хотелось бы сейчас выяснить ситуацию, а куда россияне, жители нашего города, да, поедут отдыхать этим летом? И поедут ли? Я посмотрел накануне несколько статей, специалисты отрасли туристической еще писали об этом весной, прошедшей уже весной. Все сходятся единогласно во мнении, что большинство российских туристов проведут этот летний период отдыха на российских курортах. Краснодарский край в этом году готовится принять порядка 7 миллионов туристов. Крым очень популярный, как и прежде, да, уже несколько лет подряд курорты Северного Кавказа, Северокавказские республики, Байкал, Карелия, Алтай, в общем, много. Для самых обеспеченных Камчатка. Ну и заглянул, посмотрел, конечно, цены, а, даже нашел список стран с пляжным отдыхом, куда, собственно, сейчас прямые авиарейсы есть. Из России. Да, из России, если, в общем, время дойдет, озвучим. Хорошо, Елена Фетисова к нам присоединяется, заместитель директора туристического агентства «Южный берег». Елена, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да, скажите, пожалуйста, вот нас обманывает ощущение наше, что не едут россияне сейчас за границу в основном? Или все-таки это не так, и зарубежный туризм по-прежнему на коне? Ну, в этом сезоне у нас вариантов мало для зарубежного туризма, вот. Но желающие все-таки есть. Все равно летают. Но сколько их вот в процентном отношении, да, примерно? Из общего потока туристов. Летает у нас Турция, беспоигрышный летний вариант для семейного отдыха, и открыты в настоящее время Египет и Арабские Эмираты. К сожалению, в другие направления не предоставляется возможным вылететь. Елена, а Таиланд у нас сейчас вообще, он закрыт до сих пор, получается, или нет? Нет, Таиланд открыт, но дело в том, что прямые рейсы туда не поставлены, рейсы тут стыковочные, не очень удобные и по стоимости не приближаются. Понятно, очень дорого стало тебе. Я нашел такую табличку очень удобную, где расписано правила въезда. Турция сейчас без каких-либо ограничений, никаких доковидных, в общем, доковидные правила въезда туда полностью восстановлены. Никаких непрививочных сертификатов не нужно, ни ПЦР не нужно сдавать, то есть не нужны вот эти вот дополнительные расходы. И Турция, наверное, вот то направление, куда можно напрямую долететь, что для семьи с детьми очень удобно, мне кажется. Да, все верно, с 1 июня ограничения ковидные все сняты, для въезда необходим только паспорт, действующий за грант. И для дневного отдыха оно как раз подойдет. И, Елена, а сократился все-таки поток в связи с тем, что, ну, как я понимаю, Турция раньше же была очень бюджетное направление, ну, не для всех понятные, не разные-разные категории отелей. Ничего я слова раньше. Можно было все-таки найти более-менее приличный отель, если особенно горящую еще брать путевку, за очень такие, как бы, скромные деньги. Сейчас вот это вот уже в прошлом или все-таки по-прежнему Турция это бюджет? Нет, Турция в этом сезоне абсолютно не бюджет. Стоимость тура у нас увеличилась и увеличилась значительно в связи с тем, что заявлены регулярные рейсы. Чартеров у нас в этом сезоне нет, летают только турецкие авиалинии, которые нам Турция предоставила. Дальность полета увеличилась в связи с тем, что закрытое пространство наше южное, поэтому дальность полета увеличилась практически на час. Из-за этого и стоимость билета увеличилась. Вот, и топливный сбор, соответственно, у нас выше идет. Если в прошлой сезоне было 40 евро на чартеры, то на турецкие авиалинии 100 евро на человека. Семья из 4-х человек доплачивает 400 евро. Ничего себе. Самокначальная стоимость. Ну, давайте о конкретных суммах поговорим. Я сейчас на сайте Coral Travel нахожусь. О. Да, все знают, да, что это за туроператор. Не реклама, да? Не реклама, не знаю. Наверное, не реклама. Не, просто мне интересно цены посмотреть. Ну, например, вот я смотрю на конец июля Турции. В августе четырехзвездочный отель от 83 тысяч рублей. На человека? На двоих. На двоих? Да, на двоих. Два взрослых. Это на сколько дней? Два взрослых. Так, это шесть ночей. А о питании как? Шесть ночей, перелет включен. Вот на питание, по питанию конкретно не могу сказать, потому что если я сейчас буду тыкать, то сможет интернет начнет что-то тормозить. Ну, то есть это не обязательно может быть all-inclusive. Ну, то есть я смотрела где-то недели две назад, наверное, тоже у кого-то из крупных туроператоров. Вот еще на начало июня, когда, наверное, не совсем еще сезон, еще холодноватое море, особенно для детей и для маленьких, да, можно было за 30-40 тысяч так же вот на человека на неделю что-то найти. То есть вот это примерно тот порядок цифр, о котором мы можем говорить, да? Ну, конец мая, начало июня, да, 30-45, а в настоящее время от 50 тысяч за человека и выше, в зависимости от категории отеля, перелета и прочее. Ну, вот смотрю прямо... Подбирали тур на семью, 200 тысяч еще надо умудриться. Ого-го-го-го. Четырех человек. Да, вот на сайте на том же я вбил Анталью, вылет завтра, например, да, из Москвы, то получается, ну, да, от 200 тысяч примерно получается на 7 ночей. Ничего себе, слушайте, и на машине не доедешь, не сэкономишь на авиаперелете, слишком далеко. Несмотря на то, что границу с Грузией, по-моему, открыли, но 3000 километров даже больше там ехать, мне кажется, далеко не все себе могут это позволить. Елена, если тогда говорить о каких-то еще направлениях, более близких, насколько я понимаю... Про внутреннюю, да? Нет, нет, я еще все про зарубежное. Насколько я понимаю, открыта сейчас граница с Белоруссией, и из Белоруссии открыта граница дальше в Европу. Есть ли люди, которые просят какой-то тур там, не знаю, попробовать собрать вот через автомобиль, например? Или вообще европейский туризм теперь для россиян? Нет, желающих на сторону Европы у нас нет, и тем более добираться такими способами. Понятно, на перекладных не хотят. Все-таки море. Если Россия, то где? Сопоставимы вообще цифры по российскому отдыху? Или в России можно дешевле отдохнуть, но не теряя в качестве? Эксперты прогнозировали, что в этом году Россия подорожает до трети. Ну, она, насколько я помню, во время ковида примерно сравнялась с Турцией, вот если я не ошибаюсь. Да, сейчас примерно такая ценовая политика и идет у нас, если выбирать направление Сочи. Это единственный регион, где сейчас открыто авиасообщение. Вот, соответственно... Из южных. Из южных туристов, да, туда стремятся улететь. И стоимость там в районе Турции, скорее всего. Понятно. То есть те же самые 200 тысяч примерно. Около этого, да. Это вполне себе закономерное экономическое явление, когда при росте спроса, собственно, увеличивается и стоимость услуги. Но есть ведь, наверное, какие-то... Вот Владимир называл историю с Северным Кавказом. Есть регионы, которые, может быть, не совсем настолько... Ну, не настолько раскручены, как Сочи, да? Не знаю, там Дагестан. Вот. В этом году чартеров очень много заявили в направлении Дагестана. Это направление очень интересное и популярное. По стоимости оно идет дешевле, чем Сочи. Очень большой спрос. Улетят как пляжный отдых, так и экскурсионные туры. В среднем очень даже можно недорого. Недавно смотрели самый простенький отель в Махачкале. С перелетом можно порядка 23 тысяч на человека улететь. Понятно. Ну, вот я на сайте смотрю... Там пляж, пляжный отдых. В Дагестане это Каспийское ведь море. Каспийское море, Махачкала, конечно, да. Вот я смотрю, например, Северная Осетия, Владикавказ, то тут цены начинаются даже вообще от 20 тысяч рублей. Ну, здесь есть и краткосрочные туры, буквально 2-3 дня, есть недельные туры. Ну, вот минимум, что я вижу перед собой, это вот 20 тысяч. Даже на двоих, по-моему, написано. Понятно. В общем, можно. Это тур выходного дня, видимо, имеется какой-то. Можно кавказские минеральные воды, если не такие пятигорские, если кого не особо море влечет, тоже перелеты очень дорогие. Гостиницы можно выбрать. Про Египет-то не поговорили. Египет-то востребован сейчас. Слушай, какой Египет сейчас? Мне кажется, там вообще можно спечься, извините, в это время. Да, он всегда в летний период был не сезон, потому что там очень жарко. Да, ну, рейсы стоят, и рейсы стоят как авиакомпании Red Wings, так и египетские авиалинии. В общем, в Египет, если ехать... Цены очень недешевые. Недешевые. Так же примерно, как в Турции, или даже подороже? Даже подороже. Вчера смотрели где-то в районе от 140 на двоих, на неделю 4 звезды Хургади. Понятно. И сидеть под кондиционером в отеле, выбегая короткими перебежками до бассейна, там, просто прыгая и обратно. А дальние зарубежья, Елена, оно сейчас востребовано? Ну, прям вот какие-нибудь Мальдивы, не знаю. Ого, мне кажется, это прям вот люкс. Мальдивы, Шри-Ланка, прямые рейсы аэрофлота стояли, тоже стоимость была высоковата, но вот последняя ситуация, что... С арестом самолета. Да, самолет, то есть тоже спрос на дальние поездки очень низкий. Я хотела еще спросить все-таки про ближнее зарубежье, ну, вот про СНГ, что называется. То есть Армения, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан. Насколько вообще эти направления популярны, или это не массовый туризм? Это не массовый туризм, но, тем не менее, спрашивают. В этом году продается активно отель Риксос на берегу Каспийского моря в Казахстане, город Актау. Ну, это хороший отель, я думаю, что недешево, наверное, стоит это, да? Ну, он недешево, но, тем не менее, вот, добраться самостоятельно на автомобиле у нас туристы вот пожелали отдохнуть, как говорится, на берегу Каспийского моря, но с турецким сервисом. Понятно. Получилось дешевле, нежели лететь в Риксос Турцию. Угу. Вот, также анонсировали рейсы и туры в Киргизию на Иссык-Куль. Угу. Вот, будем смотреть, как будет интересно нашим туристам. Ну, пока еще запроса нет, да, среди горожан? Запроса нет, но анонсировали, вот, активно бонус выставлять рекламу, посмотрим, то просмотрим. Спасибо большое. Спасибо. Ну, в общем, все-таки люди, люди все-таки едут отдыхать, и не только в Россию. Все равно едут, несмотря ни на что, все равно едут, потому что лето, все равно каникулы, все равно хочется и самим отдохнуть, и пешек завести. Понятно. Елена Фетисова, заместитель директора туристического агентства «Южный берег», с нами была на связи. Я подозреваю, что мы уже... Больше не успеваем набрать еще одного нашего спикера, да, тоже представителя еще одной туристической компании. Ну, ты знаешь, вот я сейчас... По российскому туризму мы хотели поговорить, и по детскому в том числе. Да, по российскому и по детскому, но, видимо, уже не успеваем. Много очень таких тревожных комментариев. Я тут смотрю от потенциальных туристов, а вообще безопасно или небезопасно ли сейчас выезжать на заграничные курорты? А почему может быть небезопасно? Ну, в связи с общей международной обстановкой, со всеми этими вещами, с настроем в отношении России. Ну, вот эксперты говорят, если вы боитесь, что там какие-то инциденты будут происходить, то уж оставайтесь и отдыхайте внутри России. Я не знаю, мне, вот из всех, кто у меня там в последнее время ездил, ни разу никто не жаловался на то, что там кого-то где-то обидели. Все-таки туристическая сфера, мне кажется, это... Ну, ладно, ты сам, например, едешь, но если ты едешь в организованный тур, все-таки люди, принимающая сторона, они, конечно, стараются обеспечить тебе хороший прием, потому что это же репутация, это репутация, это будущее. Конечно, никому не нужны такие инциденты, поэтому я думаю, что все должно быть хорошо. Ладно, мы первый час сворачиваем, после 12 часов вернемся с темой детского отдыха летнего, будем разговаривать об этом.